всем привет я вам обещал новые автомобили на моем канале 2020 году пожалуйста это citroen c4 gran picasso с которым мы с вами сегодня наконец-то познакомимся у нас машинка в очень хорошей комплектации это эксклюзив это 1 и 6 дизельный мотор и она с классическим автоматом да наконец-то есть возможность купить машину из европы с дизелем и с классическим автоматом такую возможность нам предоставляет компания citroen в лице c4 gran picasso под капотом как я сказал 16 они есть в разной конфигурации в разной модификации именно 120 сильная версия идет с классическим автоматом вот так все выглядит это подкапотное пространство здесь ременной привод грэм у этого автомобиля который меняется в зависимости от условий эксплуатации как заявляет производитель на 120 в суровых условиях и на 180 вот например как в европе в мягких условиях то есть регламент замены ремня грэм в европе 180 тысяч километров большой пробег у машины около 150 тысяч все сухое турбина сверху но есть у этой машинки минус такой небольшой эта машина с мочевиной нужно заливать мочевину как это делается я покажу чуть позже но в первую очередь преимуществом этого автомобиля является то что это минивэн что это семейная машина и ее мультифункции салона давайте начнем верно начнем заднего ряда сидений то что вы еще не видели на моем канале то чем вас не обрадует и спас или гранд ценник это вот такая вот возможность в мультифункции задних рядов сидения сейчас мы с вами видим в сложенном виде второй ряд здесь кстати идет три зафикса и все это вот так вот двигается раскладывается и складывается то есть вот так вот очень быстрая трансформация то есть сиденье можно сложить тут же его можно поднять и сдвинуть вперед вот так вот все это убирается и складывается касаемо место сейчас передний ряд сидений водительское кресло настроено таким образом что мне там сидеть удобно и комфортно а у меня рост метр девяносто я сажусь назад при посадке вы видите я немножко задеваю обстойку здесь есть такой вот столик но в целом мне удобно мне комфортно и по моему здесь даже можно немножечко это сиденье завалить назад вот так вот то есть тем самым увеличить наклон спинки сиденьев увеличить свой собственный комфорт если передо мной будет сидеть менее рослый человек менее габаритный то соответственно здесь у меня будет совершенно даже можно сказать вольготно очень сильный ветер здесь есть у меня управление скорости вентилятором я могу также контролировать поток воздуха либо его полностью закрыть в общем здесь удобно здесь подсветка для задних пассажиров повторюсь машина в комплектации эксклюзив такие вот материалы здесь отделки все интересно исполнены ну и конечно как и в других автомобилей пса здесь есть такая вот сеточка чтобы закрыться от солнца или может быть посторонних взглядов идем мы с вами к задней части автомобиля обратите внимание что в зависимости от комплектации будет отличаться оптика здесь версии эксклюзив так называемого оптика 3d вот если машина будет в комплектации попроще будет другая оптика здесь машинка с электроприводом крышки багажника заявлено что вроде как можно эту крышку открывать и ногой если вот так вот проводить но к сожалению я пытался это сделать у меня это не получается у нас версия 7 местная сейчас в данном положении мы видим что сиденья убраны да и достаточно большой багажник но чтобы вы могли опять же наглядно оценить габариты этого багажника вот достаточно взрослый человек связанный здесь может запросто перемещаться вот здесь много прикольных фишек по салону опять же да по которых сейчас дальше буду рассказывать смотрите здесь есть подсветка как у любого багажника но это в том числе и фонарик опа то есть это можно использовать как фонарь у какого еще автомобиля такое есть а я знаю у какого у киос у киосоло такое есть комплектации максималки здесь вот так вот все складывается опа опа в самом начале я говорил про моторы и проект блю обратите внимание что вот здесь вот есть крышка куда заливается мочевина вот так это все выглядит не совсем удобно до при заливке мочевина наверное будут какие-то сложности потому что наверняка расплескаете используйте большие воронки соответственно третий ряд сидений вот так это все трансформируется достаточно удобно вот так это все выглядит но разложив третий ряд вы соответственно очень сильно уменьшаете объем багажника он становится никаким честно говоря опять же посмотрите на пространство для ног третьего ряда сидений часто бывают споры вот как взрослый не взрослый влезет не влезет здесь взрослому человеку честно расположиться будет проблематично здесь больше для детей то есть даже c4 гран пикассо это все-таки машина для третий ряд он больше создан для детей у нас здесь есть кнопка ну а мы с вами переходим к органу управлению водительскому креслу здесь все тоже очень интересно у нас машина с бесключевым запуском соответственно вот такой вот мультифункциональный руль здесь естественно есть регулировки как по высоте так и по вылету очень интересный момент это орган управления режима переключения коробки передач то есть он как на американцах под рулем ну или как на с-классе можно так сказать то есть вот так вот переключаются режимы коробки передач в паркинг ставить нужно таким движением вперед сделать это минивэн и здесь создана все таким образом чтобы было максимум пространства смотрите какие фишки вот казалось бы солнцезащитный козырек да вот он может быть таким он закрывает но простым движением назад вы сдвигаете весь козырек тем самым у вас становится такая как бы полу панорама то есть большое лобовое стекло очень много различных ниш вот здесь обратите внимание здесь есть различные разъемы это юсб аук здесь даже бывает розетка 220 вольт здесь есть своя лампочка индивидуальной подсветки и дополнительная ниша для того чтобы что-то можно было сюда положить вот здесь вот разъемчики располагаются верхней части также ниши здесь есть есть у меня здесь над ногами сюда можно положить какую-то книжку литературу может быть блокнот бардачок относительно большой но я не сказал что у него большие размеры сюда особо много не положишь он узковат он узковат но бардачок здесь есть хотя панель обратите внимание такая огромная также здесь есть подлокотник я бы назвал его такой мультифункциональной консоли то есть дальше достаточно большая глубокая ниша подстаканники которыми возможно пользоваться в отличие от a space a space и подстаканники находятся за этой консоли до что-то поставить невозможно и эту консоль также можно вот демонтировать снять выбросить если опять же какой-то длинномерный предмет например нужно машине будет перевести то чего нет у и space а это просто ребята космос это сиденье атаманка при нажатии на клавишу это атаманка выезжает параллельно вы берете отодвигаете кресло и вы здесь можете расположиться таким образом что вы просто на дальнее расстояние поедете как атаман как настоящий атаман в атаманке мало того у этого кресла есть функция массажа с различными регулировками и готовы сейчас ехать прям до москвы да просто вообще вот вот так вот еще немножечко его вниз все атаманка москву далее раз зеркало заднего вида два зеркала заднего вида маленько это чтобы следить за тем кто находится в атаманке кстати где-то этого парня уже видел также здесь французы пошли по пути такого хай-тека назову и так не побоюсь этого слова здесь все сенсорное кроме клавиши включения выключения то есть все режимы управления автомобилем и управление мультимедией все происходит сенсорными кнопками это функции климаконтроля это функции различных ассистентов здесь кстати есть контроль мертвых зон здесь есть режим автопарковки парктроник соответственно здесь есть режим вот такой вот мультимедии говорят я сейчас лично не проверял что у машины есть тепл карплей и возможно включение к устройствам андроида навигация причем здесь маленький дисплей вверху большой информационный дисплей и информацию с маленького в том числе навигацию можно вывести на большой дисплей ну там бортовой компьютер вверху миди скорость если вдруг какая сопутствующая сопутствующая информация дублирующая она туда отправляется все хорошо читаемо графиков неплохая таком даже как бы 3d немножко сделано 150 тысяч километров пробега у этого автомобиля режим на настроек настроек много различных русский язык сразу в меню есть возможность выхода в интернет есть у машины и соответственно bluetooth отключение esp это режим ручника и закрывание автомобиля можно строить так чтобы она сама закрывалась мультируль очень много клавиш вот эти режим автопарковки прямо на руль отдельно клавиши выведены это все управление мультимедией это круиз-контролем вот такой вот очень приятный автомобиль и такие материалы здесь отделки не сказать что здесь прям там какой-то кондовый пластик он приятные мягкие да в общем все очень хорошо и достойно эта машина в первую очередь для продолжительных семейных путешествий большой семьей и надо сделать акцент на том что все-таки у этого автомобиля на втором ряду три отдельных независимых изофиксов то есть семья с тремя детскими крестами без проблем может поехать на дальнее расстояние это такой комфортный телепортатор на дальнее расстояние еще интересная фишка мало у каких машин есть я сказал проект blue машина соответственно с сажевым фильтром у этого автомобиля сажевый фильтр съемный то есть его можно снять до серьезно снять причем он легкосъемный почистить и поставить обратно это просто бестселлер и цены на эти автомобили будут в районе где-то 1 и 2 миллиона рублей опять же в зависимости от пробега в зависимости от комплектации пожалуйста обращайтесь к огромному моему стыду и сожалению я только сегодня сам лично познакомился с этим автомобилем рассказываю о нем вам на самом деле это стоило сделать намного раньше впустить эту информацию в массы чтобы наконец-то люди которым нужны такие машины у которых реально есть потребность в этих минивэнах получили действительно стоящий классный автомобиль который не хуже гранд сценика не хуже и спаса а может быть даже по каким-то параметрам даже и лучше я честно скажу я конечно не такой специалист в гранд сцениках или сцениках неважно но то что я видел эти машины да то есть как насколько я с ним знаком по моему ощущению это машина гораздо более интересная и самое главное что есть возможность покупки машины с классическим автоматом спасибо вам огромное за просмотр и за то что поддерживаете лайками за то что пишите комментарии задаете вопросы обязательно пишите в комментариях какие машины вам интересны чтобы я снимал двадцатом году они обязательно будут появляться на моем канале надеюсь что данный формат видео для вас не только интересен но и полезен и поможет вам принять грамотное решение при покупке автомобиля будьте бдительны не дайте себя обмануть всем пока а